Девушки отдыхают Кордоба замыкает турнирную таблицу, депортивы находятся на границе перед зоной вылеты, поэтому матч команд из нижней части всегда получается очень такой драйвовый, очень тяжелый, рабочий и рассчитывал, конечно, командам Джукича Кордоба на успех в этой встрече. И заждались болельщики Кордобы, наконец, первой победы своей команды в этом сезоне. И забегая вперед, скажу, что все шансы у Кордобы были в этом матче набрать три очка, но где-то хозяевам не повезло. Хуан Карлос в воротах у Кордобы, Хосе Анхель Креспо, Иниго Лопес, Адриан Гунино, Александр Пантич, Лусу Абель, Лопес Сильва, Фауста Роси, Федерик Картабе и Набиль Гила. Салжирец это стартовый состав хозяев, но на 12-й минуте уже травму получил защитник Креспо и вместо него появился Даниэль Пенилис. Вот так это произошло. Главный арбитр встречи Матео Лаос на ваших экранах. И вот это замена на 12-й минуте. Фабрисио в воротах у Депортива, Альберто Лопо, Сиднея, Роберто Канелья, Санабрия Руиз Лауряно, Луизиано, Хуан Фран, Харис Медунианин, Цезарь Вилк, Иван Кавальеру и португальский нападающий Элдер Пашкиго. Вот такой состав был у команды Виктора Фернандеса. Пенальти на 17-й минуте зарабатывает Кордовы. И еще и желтую карточку получает здесь Элдер Паштиго. Эта карточка еще сыграет свою роль. Мы видим после стандарта Фиде Картаби. Паштиго задержал, придержал соперника. И пенальти здесь выглядит абсолютно обоснованным. Арбитр Матео Лаос был прав указать в этот счет мяч на 11-метровый отметок. Подошел Фиде Картаби, но переиграть Фабрисио он не сумел. Угадал направление удара. Галкипер Депортиво и свою команду выручил. В последних турах у Депортиво дела складываются весьма неплохо. Была крупная победа над Валенсией домашняя. Потом ничья на Корнеле Эльпрат против Эспаньола. Неожиданно достаточно Депортиво проиграл у себя дома в прошлом туре Хитафи. Ну и здесь Депорт все-таки героически сумел отстоять свои ворота и увезти 1 очко из Корнеля. Хотя сделать это пришлось в непростых условиях. Элдер Паштиго вот за этот фол против Инига Лопеса. За толчок в спину игрока Эльчи получил вторую желтую карточку португальский нападающий. И на 29-й минуте оставил свою команду в меньшинстве. Но это не мешало Депору отвечать атакой на атаку. В этом матче конечно преимущество по статистическим показателям на стороне хозяев. 13-6 по ударам в этой встрече в пользу Кордобы. 6-3 по ударам в створ. По проценту владения мячом у Кордобы серьезное преимущество 57 на 43. Но все попытки пробить Фабрисию у Кордобы в этой встрече были тщетные. Вот этот долл не засчитан из явного офсайда. Мяч переправлял ворота 19-й номер хозяев Лопес Сильвая. Здесь с первым ударом Борфик Гарсия вышла на замену после перерыва справляется. Фабрисию и действительно Лавсайдин находился. 19-й номер Лопес Сильв. Еще одна атака. Пенелес вышла на замену. Качнул на фланге своего оппонента. Наброс на линию вратарской. И там головой пытается мяч ворота переправить игрок Кордобы. Но чуть-чуть не хватило точности. И мяч проходит рядом со штангой. Еще одна атака хозяев. Нистово атаковали подопечные Мирослава Джукича. Но удача в этот вечер от них отвернулась. Даже поддержка почти на 100% заполненного из стадиона. Порядка 80% заполненность была на этом матче. Менее 19 тысяч пришли поддержать Кордобы в игре против Депортива. Но Кордобы так и не удалось дожать. Галисийский клуб в этой встрече. Ничья 0-0. Первая из многих нулевых ничей в этом туре. В субботу на стадионе Медитеранеос в Альмерии. Ангелосийский клуб принимал Барселону. Барселона в своих фестивальных цветах. Вышла на эту встречу. Барселона приехала в Альмерию, потерпев два поражения к ряду. Поражение в классику от Реала. И неожиданное поражение у себя дома. От Сельты в прошлом туре 0-1. И пропущенный мяч от Хуакина Ларивея. Надо сказать, что игра в Барселоне не удалась. Особенно первый тайм. Луис Энрике, главный тренер Барселоны после игры, сказал, что это была худшая игра под его руководством Барселоны с начала сезона. И действительно мало что у каталонцев получалось. Месси был инертен, мало подвижен. И в итоге не моменты, а моментики возникали у ворот голкипера Рубена в первом тайме. После атакующих действий Барсы. Клаудио Браво в воротах у каталонцев. Адриана Карея, Хорди Альба, Марк Бартра, Хавер Маскирано, Иван Ракитич, Серхио Бускец, Рафини, Леонель Месси, Педро Родригес и Мунир Эль Хадади. Вот такой был состав у каталонского клуба. Вот один из моментов, когда мог отличиться Месси. Но какой-то злой рог сейчас преследует. Барселону четыре раза мяч попадал в каркас ворот в игре с Сельтой. И здесь из убойной позиции должен был, конечно, Месси забивать, но угодил в перекладину. Луисуарес и Неймар оказались в резерве. Пике опять запас как и в игре с Сельтой, как и в игре Лиги Чемпионов против Аякса. И в итоге Пике так и не вышел на поле в этом матче. Ну а в конце первого тайма Альмерия подловила Барселону на контратаке. И Тьеви Бифума, бывший игрок Испаньола, разумеется, такое принципиальное отношение к Барселоне, забивает мяч на 37-й минуте, получив очень хорошую передачу от Фернандо Сориано из глубины поля. Отмечаем здесь потерю Месси на поступок штрафной. Пас на Сориано и вот в этот коридорчик между Бартрой и Маскирано была сделана передача. На скорости очень легко. Тьеви Бифума убежал от Бартрой. Сначала не стал фалить Бартрой в этой ситуации. И Маскирано уже помочь своей команде, помочь партнеру не сумел. Двойную замену сразу после перерыва делает Луис Энрике. Появляется и Луис Суарес, и Неймар. Они заменились, соответственно, Педро Родригес и Мунира Эль-Хадади. И сразу начинается второй тайм с попадания еще раз в каркас ворот. На сей раз Луис Суарес, который все ждет, когда же он, наконец, забьет свой первый мяч за Барселону. Бьет в перекладину из выгодной позиции. Второй тайм, конечно, Барселона провела совсем другим настроем и с другим движением. И в итоге дожать, укатать своего соперника во второй половине матча смогла. Конечно, ключевую роль и первую скрипку в атаке у Барселоны в этот вечер играл не Лео Месси, а Луис Суарес. Уругвайц дважды удачно ассистировал партнером. Сначала он сделал голевой пас, качнув очень красиво здесь чужой штрафной пятого номера Анфеля Трухиля. Выкатил мяч на удар Неймару. Тот забивает свой десятый мяч в чемпионате. Он по-прежнему лучший бомбардир Барселоны в премьере. Ну и вот так был забит второй гол Барселоны. Не в этой атаке здесь Суаресу не повезло. Он снова уходит от соперника, бьет в дальний угол. Но мяч проходит рядом со штангой. И снова он визуально очень легко перехитрил Трухильо. И уже был отрезан Рубен. Вряд ли он здесь смог бы своей команде помочь. Но мяч прошел рядом со стойкой ворот. Месси начинает атаку Барселоны. Продавливает Суарес своего оппонента. Сбрасывает мяч обратно Месси. И снова перекладин. И опять головой. И мяч от каркаса ворот летит. Ну а вот так был забит победный гол. Посмотрите какое ускорение сделал Жорди Альба. Отличную передачу ему выпиливает с фланга Луис Суарес. И это на 82-й минуте происходит. Барса забивает свой победный гол. Жорди Альба довольны. Все запасные. Бускец доволен. Его заменил на 66-й минуте Хави. И доволен Пике. Несмотря на то, что не попадает сейчас в состав. И Альба сказал, что он забил шипами. Своей левой ноги. Левой бутсы. Вот так. Немножко коряво. Но все-таки сумел мяч ворота протолкнуть Жорди Альба. И этот гол в итоге стал для Барса победным. Месси все пытается догнать Тель Массару. В списке лучших бомбардиров испанской премеры. Напомню, что Месси остался всего один гол. До, казалось бы, вечного рекорда басского нападающего. Но здесь снова удача отвернулась от аргентинца. И свои голевые свершения он отложил уже на следующий тур. После паузы, связанной с играми национальных сборов. При весьма посредственной игре. Не лучшая, конечно, игра Барселона. Тем не менее, каталонцы прерывают серию из двух. Неудач к ряду. И увозят победу из Альмерии со счетом 2-1. И ключевой момент, конечно, стал выход Луис Суареса. На его счету две голевые передачи. Следом в пригороде Мадрида. В замечательном городе Хитафи на стадионе Колесеум Альфонсо Перес. Хитафи принимал Эльчи. В последнем туре Хитафи одержал победу в Лакаруне со счетом 2-1 на выезде. А Эльчи выиграл у себя дома у Эспаньола 2-1. С тем же самым счетом. Бисенте Гуаито у Хитафи в воротах. Серхио Скудера, Налда Альвара, Рою, Эмильяно Васкес, Хуан Родригес, Анфель Лафита, Абдул Карим Йода, Мехди Лассен, Пабло Сараби и Фредди Иннестроса. Это состав команды Космино Контры. У Эльчи, Пшемыслов, Титон, польский голкипер вороток, Давид Ломбан, Дамиан Суарес, Эдуардо Альбакар, Энсо Рокко, Педро Маскера, Файчел Файер, Марио Пашалич, хорватский полузащитник Виктор Родригес, Жонатас, бразильский форвард и Кристиан Эрера. Вот таким был состав команды Франа Эскриба. Хитафи, конечно, играл с преимуществом. Хитафи на правах хозяев больше атаковал. В основном были дальние удары. По большей части эти удары не точный характер. И если все-таки попадали в створ игроки Хитафи, то команду гостевую выручал голкипер Пшемыслов Титон. Ну и сами футболисты Эльчи также не прочь были огрызнуться какой-то контратакой или стандартом. Вот здесь из убойной позиции Жонатас пробил выше перекладины. 16-11 по ударам в этой встрече в пользу Хитафи. Но при этом удары в створ ворот лучше удавались игрокам Эльчи. 5 против 3. И вот здесь выручил свою команду Висента Гуаито. Снова хорошая атака. Дамиан Суарес сделал передачу на нападающего Кристиана Эреру. Тот метил в дальний угол. Но Гуаито команду вручает. Еще один момент у Эльчи. Готовится к дальнему удару игрок-гостей. И мяч проходит над перекладиной. По три замены сделали наставники. Диего Кастро, Самир и Папа Диавара вышли у Хитафи. Ферран Караминес, Арон Нигис и Альвара Хименес вышли у Эльчи. Ну и вот удар со штрафного. Вышел на замену Самир. Бразилец Киро Хорват. Наносит на мяч и идет в вышел ворот. Еще один удар со стандарта. Ну, в общем, такая игра, где команды разрушали лучше, чем созидали. В нейтрализации друг друга команды преуспели. Ничья 0-0. Не самая выдающаяся афиша и не самая выдающаяся игра на АК-стадионе. Колесео Мальфонсо Перес. Команда записывает по одному очку в турнирную таблицу. И спокойненько уходит на двухнедельный перерыв. Ну, а и для Эльчи, конечно, ничья на выезде. Результат более чем положительный. Лидер чемпионата, находящийся на пике своей формы, в великолепном сейчас состоянии команда Карла Анчелотти. Мадридский Реал на Сантьяго Бернабео в мадридском дерби принимал Раев Влекан. Не так давно давал интервью одному из изданий или радиостанции Карла Анчелотти. И сказал, что вся романтика, вся суть испанского футбола кроется в Раев Влекан. Ну и вот приз перед игрой получает Роналду. Золотую бутсу. Напомним, что в прошлом сезоне вместе с Луисом Суаресом они стали лучшими бомбардирами, забив по 31 голу своих чемпионатах. Коэффициент, что в Англии, что в Испании был, является один и тот же. И вот свою Суарес-бутсу получил пару месяцев назад. А Роналду только сейчас. Икер Касилис остался в резерве на этот матч и в чемпионате дебютировал Кейлор Навас. Вот так был забит гол в этом матче. Очень быстрый, уже на девятой минуте после хорошего прессинга. Реала молниеносно разыгранная атака. Роналду делает пас на Тони Кросса. Тот выпиливает отличный пас низом на Гаррета Бейла. И вернувшийся после травмы Гаррета Бейл открывает счет в этом матче. 1-0 на девятой минуте встречи. Кейлор Навас в воротах у Реала. Серхио Рамас, Пепе, Марсело, Паса Игнасио Начио, Лука Модрич, Гаррет Бейл, Тони Кросс, Хамес Родригес, Криштиан Роналду и Карим Бензима. Вот таким был состав основной у Реала. Криштиан Альварес в воротах у Рао. Зе Каштрова Миллиану Инсуо получил травму в середине первого тайма. Его заменил Кини, Тито, Абдулая Ба, Роберто Трашорес, Мохаммед Фато, Лика, Гаэль Кокута, Альберто Буэна и Лео Бабтиестао. Вот такой состав у Пако Хемеса, которого очень тепло поприветствовал перед игрой Карло Анчелотти. Ну, с подавляющим преимуществом проходила эта игра Реала. И результаты этого матча было очень легко спрогнозировать. Как правило, матчи между Реалом и Рао получаются очень результативные, очень яркие, с обилием моментов. Причем Рао не отступает от своей атакующей игры и тоже старается очень остро контратаковать. Так получилось и в этом матче. Рао всего лишь на один удар отстал от Реала. 16 против 15, но Реал почаще попадал в створ ворот. Ну и неудивительно, что Реал в итоге одержал крупную победу. Здесь Пеппе тянулся к мячу, не знаю, дотронулся он или нет. Последнее касание сделал Серхио Рамос и забил, по-моему, юбилейный свой 50-й гол Серхио Рамос за Реал. Красивый получился очень гол Реала, но на ноль сыграть Кейлору Навосу не удалось. Грубейшую ошибку допускает Хамес. И атака Рао уверенно разбирается с Пеппе и закатывает мяч в пустые в ворота. Снова показывает Икира Касилиса. Но здесь какие могут быть претензии к Навосу? Здесь, конечно же, Хамес сыграл очень неудачно. Сделал вот такую передачу назад. И получите. И распишитесь. Гол. Записал на свой счет Альберто Буэн. Произошло это в самом конце первого тайма. Сочетом 2-1 команда ушли на перерыв. Ну а во втором тайме уже забивали только игроки Реала. Был момент у Луки Модрича. Он умеет в ближнюю девятку. Но мяч разменулся со штаммом в каких-то считанных сантиметрах. Здесь арбитр встречи посчитал, что игры рукой не было. Педро Хисус Перес, Монтеро работают в этом матче. И мог забивать Рао второй. И он его, этот гол забил. Но Лео Буктистал оказался в положении игры. Дождчик шел в Мадриде. Серки Рамос был с капитанской повесткой. Хотя мы видим, на повторе, что действительно на чуть-чуть, буквально там миллиметр Буктистал оказался ближе к воротам, чем нога португальского защитника Теппе. Роналду записывает на свой счет голевую передачу. И первый гол за мадридский клуб забивает Тони Кросс. Пока он себя проявлял только в качестве ассистента. И в этом матче сделал голевую передачу. Очень много голов Реал забил с подачи Кросса со Шрафного. Удар просто бильярдной точности на исполнении великолепный. Просто фееричный гол забивает немецкий полузащитник на загляденье. Вот особенно вот эта траектория из-за ворота, она впечатляет. Четвертый мяч забивает Карим Бензима. Произошло это через пять минут после того, как отличился Тони Кросса. Мы видим, что здесь офсайт у Бензима был. И тут гол, конечно, не надо было защитывать. Роналду еще одну голевую передачу записывает. Но этот матч был бы неполноценным, если бы Крещано Роналду сам не забил. Редкая встреча этого сезона, когда Крещано не забивает. Кейлор Навас почудил, немножечко остыв в воротах. Момент не возникает. У него в ворот он выбежал. Непонятно, зачем его перевесел Манушу. Перевесел он также и Пепе. Но повезло здесь реалу, что мяч в вороты не влетел. Бэйл был близок к дублю. Сумасшедший удар валится. Он все-таки успел среагировать на этот выстрел голкипер Райо. И от его руки, от руки Крещано Альвареса мяч. Зачем, коснувшись перекладинок, улетает за пределы поля. Но вот этот гол, конечно, на совести Альвареса. И забивает его Крещано Роналду. Это 18-й гол португальца в чемпионате. Просто сумасшедшая статистика. Ну, корявенько. Видите, здесь скользкий мяч, скользкое поле. Сыграли против воротаря. 5-1. Реал побеждает Райо Валиканов. В прошлом сезоне было 5-0 здесь на Бернабе. В этот раз Реал в мадридском дерби дал гостям один раз отличиться. Реал продолжает свою победную серию. Просто сумасшедший темп набрали подопечные Карла Анчелотти. И даже трудно предположить, кто же этот Реал может остановить. Ну, ключевые матчи, конечно же, для Реала в этом сезоне впереди. Следующая игра. Малага так тихо и сапы подобралась к еврокубковой зоне. Не особо, может быть, серьезно воспринимают Малагу. А она берет и всех подряд обыгрывает. Этот гол не был засчитан в самом начале. После подачи со штрафного, по мнению арбитра, оказался в офсайде игрок Эльчи. И мяч в ворота Карлос Камини не был засчитан. Артур Бака, Мигель Торрес, Великтон Маркус Анхилери, Игнасио Камачо, Сергей Дардер, Нордин Абрабад, находящийся просто в феноменальной форме, забивающий в каждом матче. Хуанми, Самуэль Кастельехо и Саму, это состав Хави Грасси, состав Малги. В этой встрече Малга играла против Эйбара. Шабьер в воротах у Эйбара, Мануэль Кастельяно, Энеко Баведа, Рауль Навас, Рауль Альбентоса, Йон Эрасти, Даня Гарсея, Андер Капа, Сауль Ману и Микель Арубарена. Эйбар своей такой романтичной игрой влюбил в себя многих уже нейтральных болельщиков. Команда со самым скромным бюджетом, крохотным стадионом, в примере, впервые играющая в высшем испанском дивизионе. Очень дерзкая, очень борзая по-хорошему по футбольному и просто с Эйбаром никому не бывает. И не было так же здесь и Малаги, здесь грубейшую, конечно, ошибку допускает Мигель Торос, выкатывает мяч он на ногу Микеля Арубарене. И капитан Эйбара бьет здорово в дальний угол. Карлос Камени бессилен команде помочь. 1-0 с таким счетом в пользу гостей команда уходит на перерыв. И здесь еще один момент у ворот Малаги. Дальний удар из-под переглодненный тащит мяч Карлос Камени. По-прежнему в запасе находится и ни разу еще не появился на поле мексиканец Гильерме Ачо. Но Малага команда с характером, команда с волей. И Малага в этой встрече быстро, оперативно как-то пришла в себя и сумела все перевернуть в свою пользу. Забивает Хуанми после удара с линией штрафной игрока Малаги. Это удар наносил седьмой номер Саму. И первым на добивании Хуанми счет сравнялся на 53-й минуте. Ну а развязка встречи, как это обычно бывает, наступила в самой концовке. До этого у Малаги еще были шансы отличиться. Вот здесь, например, снова бьет Саму. Мяч идет мимо ворот. Эйбар пытается ответить своей контратакой. Хороший проход удается игроку-гостей. Удар в дальний угол. Это Сауль. 21 номер. За счет индивидуальных действий ушел. Нигеля Торосова ушел от Анхилерии. Пробил на камени. Был на чеку. Еще один момент у андалусийцев. Удар с дальней дистанции. Мяч проходит мимо. И снова в атаке Эйбар. Вышли на замену Дани Ньетто. Идет в штрафную. Ну, удачно играет Великтон. А вот здесь надо было, конечно, забивать из убойной позиции. А Рубарена пробил выше ворот. Сигнализировали игроки Малги, чтобы было положение не игры. Но у Рубарены офсайда никакого не было. Да, там был в офсайде Дани Ньетто. Но он был в офсайде скорее пассивным. Ну, и вот она развязка матча. 89-я минута. Такая массированная атака. Хозяев мяч попадает в руку защитнику Эйбара. 24-й номер. Это был и Рауль Навас. Это было. Это вторая желткаточка. Удаление и Нордин Амрабат. Мараканец подходит к 11-метровой отметке. И забивает свой четвертый мяч в последних пяти играх. Малаги где-то при прочих равных еще и везет. Это пятая победа Малаги подряд. И благодаря такому спорту ангалусийского клуба Малага уже в зоне Лиги Европы. После этого тура на шестом месте 21 очко у команды Хави Грайси. Мало кто так серьезно воспринимает Малагу. Но, тем не менее, Малага сейчас выглядит очень и очень прилично. Оставляя позади себя уже Сельту, Вильгириал. Что мы говорим про атлетик Бильбао. Ну и вот счастливый рыжий ребенок, получивший футболку одного из игроков ангалусийского клуба. Сельта! Сотворившая главную сенсацию прошлого тура, выгравшая на Камп-Ноу Барселону 1-0 благодаря голу Лариве. В этот дождливый галисийский вечер Вига у себя дома на стадионе Палаидос принимала Гранату. Граната поехала вниз с горки после удачного старта. Граната уже давным-давно не побеждает. И находится в нижней части турнира на таблице. Сельта, в свою очередь, наоборот, преисполнена надеждой. Сельта в хорошем эмоциональном состоянии. Повторюсь, победа над Барселоной. До этого Сельта одержала домашнюю победу над Леванто. Крупную 3-0. Была ничья на выезде в Бильбао. Но, в общем, все более-менее в порядке сейчас у команды Эдуарда Перидсо. Этот гол не был засчитан. Он был забит из офсайда. Серхи Гомес мяч ворота переправлял. И орбита посчитала, чтобы было положение неигра. Ну, а вот здесь после грубейшей ошибки голкипера Роберто не наказывает Педро Эрнандес, чилийца. Гранаду, видите, Роберто начудил. Конечно, такие моменты надо реализовывать. Моментов у Сельта было предостаточно. В воротах Серхи Альварес. У голисийцев Густаво Кабраль, Уга Малия, Серхи Гомес, Хони, Микаэль Крондели, Фабиано Рильяно, Педро Эрнандес, Внимание, Радоя, Налитто и Ларивей. Роберто в воротах у Гранады. Алан Ромео Ньом, Джан Сильвин Бабен, Джейсон Мурильо, Димитрий Фульке, Мануэль Литура, Абдул-Валид Сисока, Франрико, Хуан Карлос, Юсеф Фалераби и Джон Кордоба. Вот такой интересный момент. Роберто долго думал, брать мяч или нет. Все-таки взял, и орбитр посчитал, что это была передача назад. Работал на этой встрече в качестве главного судей Хавьера Эстрадо Фернандес. Но этот свободный разыграли как-то не очень замысловато. Подопечную Берицу. И свой момент не реализовали. Это Собиан Рильяно удар наносил. Он же наносил повторный удар, но пробил выше ворот. Ларивей выигрывает воздух, сбрасывает мяч на Рильяно. Тот смело идет в штрафную. Чилиец хорош, но Роберто на месте. По статистике, подавляющее преимущество Галисийцев. 17-5 по ударам. 55 на 45 процент владения мячом. 6-2 по угловым. Ну и гранада чаще фалила. В этом матче 16 против 12. Таково соотношение фалов в пользу гранады. Появился на поле во втором тайме у Сельты Аугусту Фернандес. Вышел защитник Андрея Фантаса и полузащитник Алекс Лопес. Гранада в одной из редких своих контратак, контратак, выпадов. Имеет шанс отличиться. Конечно, надо было забивать. И как из этой ситуации вышел на замену Рубен Рачино. Воспитанник Барселоны. Пробил мимо ворот. Здесь молодцом, конечно, Джон Кордоба. Или это вышел на замену Исаак Саксес. Нигерец поборолся, отвоевал себе мяч. Выкатил на Рубен Рачино. Но тут промазал ситуацию, когда промазать было, наверное, сложнее, чем попасть в ворота. Удар на Лито. На месте голкипер Роберт. В общем, так в концовке обмениваясь ударами. Команды были близки к тому, чтобы забить победный мяч в этой встрече. Но, к сожалению, и для тех, и для других отличиться ни Гранаде, ни Сейте не удалось. Дриблинг. Алан Ромео Ньома. Это редкий вид деятельности для Алан Ромео. У него французский защитник. Еще раз здесь Рачино выходил на ударную позицию. Решил все-таки вратаря обыграть. Ну, потом уже с нулевого угла пробить по воротам было очень тяжело. И выручил голкипером защитник, оставшийся на линии. Ну, а затем падение Алан Ромео Ньома было уже без помощи соперника. Роберт команду выручает. Хороший был момент у Рильяны. Рильяны, но пробить Роберто Сейте в этот вечер не удалось. И довольно должна быть команда Хуакина Капороса. Но на Сейте в этом туре не проиграл. Во многом благодаря успешной игре своего галкипера Роберто. Ничья 0-0. Уже третья, между прочим, в туре. Правило, испанский чемпионат очень результативный. Но вот этот тур разбивает стереотипы. Севилья на Рамон Санчес Пескуан принимала Левант. Матч прошлого сезона получился одним из самых зажигательных. Матч имени Кейлора Наус. Тогда трижды Севилья в центр поля переходила. И три раза забила. Севилья ударов под 30 нанесла, то есть речь с поворотом. Не забила пенальти. В итоге проиграла 2-3. Здесь активней начинают гости. Левант после серии неудачи в хорошем туре. Наконец одержал победу первую под руководством Лукаса Алькараса на Дальмире. И домашнюю 2-1. И вот здесь Карису выручает свою команду после удара. С хорошей позиции. По-моему, это был Виктор Коседович. Левант. В этом ворота у Севилья. Бенуат Римулина, Скоки, Александр Арибас, Даниил Карисов, Верпанега, Джегос Криховяк, Виктор Мачин. Но он же Виттоло, Денис Суарес, Карлос Бака и Жерар Делафелл. Состав команды у Наэмери. Диего Маринио в воротах у Леванты. Давид Наваро, Куан Фран, Николас Карабелос, Луко Свинтро, Папа Диоп, Мухаммед Сисок, Рубен Гарси, Андреас Иваншиц, Виктор Коседисус и Давид Барай. Вот такой состав у Леванта. Дневной матч. Воскресный в 12 часов дня по Испании эта встреча начиналась. При очень хорошей явке болельщиков на Рамон Санчес Кискуан. Почти 30 тысяч пришли посмотреть на эту игру. Игра получилась очень контактная, с большим количеством недоборов, с огромным количеством карточек. Восемь карточек было показано. Из них шесть получили игроки Леванты и две игроки Сивили. И бедный Бет, ему тут доставалось от своих и от чужих. Вот здесь он столкнулся с Джегошем Крыховяком. Там появились медики, чтобы не какую-то трубку вставляли Бету, чтобы его привести в порядок. Ну, выяснилось, что у него повреждена челюсть, ему подбородок. Ему заклеили подбородок специальным пластырем. Там уже готовился выйти Серхио Рико, молодой голкипер, на замену. Но замена не потребовалась. А вот так, сразу после того, как восстановили Бету, Сивили счет открыла. Хороший пас сделал Жерар Галафейл с правого фланга. И головой Виктор Мачин, Виттала, переправляют мяч в верхнюю голову голкипера Диего Марио. Мы отмечаем, конечно, передачу Галафейл. Идеально навес. Мяч перелетает через голову Давида Навара. И Сивили выходит вперед. Оказалось, что вот здесь Сивили только будет развивать свое преимущество. Но не тут-то было. К первому тайму арбитр добавил шесть минут. Представляете? Ну, это в основном из-за того, что помощь оказывали Долго Бету. А к истеченному времени во втором тайме арбитр добавил восемь минут. То есть получается шесть и восемь, четырнадцать минут. Практически целый тайм. Овертаймы, да? Сыграли команды дополнительное время в этом матче. Но дожать Сивили своего соперника так и не смогла. Моменты для второго взять в ворот у Сивили были. И вот здесь Бака бил в ближний угол, но выручает команду Хуан Фран. Ну, а Леванте воспользовался своим немногим шансом в этой встрече. Вот так вот протолкнув мяч в ворота Бету допустил ошибку. На восьмидесятой минуте Виктор Коседусус сравнивает счет. Здесь, конечно, Бету сыграл не лучшим образом. Пытался он выйти и кулаками мяч выбить. Вот еще раз давайте посмотрим. Макнул мяча там рядом Эльжар. Продавило, наверное, Банегу. И с линией вратарской уже никто Коседусусу не помешал мяч в ворота переправить. 1-1. И еще было 10 минут. Плюс то, что еще добавил арбитр у Сивили, чтобы победу вырвать. Хороший момент у Кевина Гомирова, вышившего на замену. Появился также Фернанд Навар и Алекс Видаль во втором тайме у Сивили. Но достаточно неожиданно многие предполагали, прогнозировали, что Сивили легко здесь с Леванте разберется в этой встрече. Но вот такой злой командой для Сивили становится Леванте. Неуступчивый и непроходимый. В прошлом году здесь выиграть не смогли и не смогли забить здесь. Коки из убойной позиции уже компенсированы арбитром время. Смотрите. В такой ситуации не отправляет мяч в ворота. Вот как отсюда можно было назовет? Просто взял и попал в Диего Марини. Ничья 1-1 и, конечно, для Сивили это потеря очков, а для Леванте, безусловно, приобретение. Но это не позволяет пока Леванту уйти из зоны вылета к 11-му туру испанского чемпионата. Леванте после 11-го тура на 19-м месте в турнирной таблице. Еще одна ничья в этом туре. Мы видели только что на Рамон Санчис Песхуан. И также ничья была вот здесь в матче Эспаньола и Вильяриала. Правда, ничья результативная. Денис Чершев сделал голевую передачу на Марио Гаспаро. Правый защитник Вильяриала, забивающий только по большим праздникам. Вот, видимо, этот праздник как раз и настал в воскресенье, вечер, когда Эспаньола у себя дома Вильяриал принимал. Хорошо Чершев сбросил мяч головой и Марио Гаспаро переиграл Кико Кассили и мяч в ворота. Переправил на 26-й минуте матча это произошло. Кико Кассили в воротах, Диего Калута, Куан Фуэнтов, Виктор Альварс, Эрик Бертран, Хаве Лопес, Виктор Санчес, Хосе Каньес, Лукас Васкес, Сергио Гарсия и Филиппо Кайседо в состав Эспаньола. Серхио Асенха в воротах у Вильяриала, Марио Гаспаро, Хауми Коста, Виктор Руис, Габриэль Паулиста, Бруно Сориано, Хонтон Дос Сантос, Мануэль Тригейрос, Денис Черышев, Учи Кичупу и Лусяну Вьета в состав команды Марселиню Гарсия Тараль. В последнее время как-то тяжеловато приходится Вильяриалу разбрасывать силы на разные турниры. Тут и Лига Европы, где Вильяриал уступил в Цюрихе в последнем матче, таком драматичном поединке 2-3 и матче чемпионата. В прошлом туре было Валенсийское дерби против Валенсии, который проиграл Вильяриал. Но ротирует состав Марселиню Гарсия Тараль в надежде с потерей качества, но все-таки свежести сейчас Вильяриалу явно не хватает. Вот забей здесь Учи в голевой ситуации, то наверняка Вильяриал все-таки бы дожал. Ну как бы не то чтобы дожал, а дотерпел этот матч до победного исхода. Но свой момент Вильяриал не реализовал, а у Эспаньола, у которого не очень весело идут дела в атаке, в основном рассчитывает на стандартное положение Эспаньол, имел шанс отличиться Калота после хорошей передачи партнера. Вот здесь Вьета мог забить у Вильяриала. Ну в общем по моменту мы видим, что Вильяриал был ближе к тому, чтобы забить второй гол, чем Эспаньол отыграться. Джованни Дос-Сантос здесь сделал хорошую передачу на Вьета, но с первым ударом Аргентина справляется. Там еще Чершев подсуетился, но пробить ему не дали. 72 минут сыграл Денис Чершев в этой встрече и уходил с поля он в момент, когда Вильяриал его команда ввела в счете. Здесь выражает свое недовольство. Игроки Эспаньола решением арбитра Хисус Хильмансана, он так давно отработавший на Классику. И считал, что здесь был неправильно нарушен борьбец Асенхо. Представляете, как упал Асенхо головой в газон. Хорошо, что все нормально закончилось. Даже страшно стало за Асенхо. Но, тем не менее, он остался на поле, продолжил игру и ничего серьезного там не произошло. Серьезное произошло для Вильяриала в конце матча. Здесь пенальти не был назначен. Стуани упал, по мнению арбитра, симулируя. Без контакта с Асенхо. Опять попадает он под пресс игроков. Эспаньола там глаза в глаза смотрит ему капитан команды Серхио Гарсио. Ну, так скажем, основания для пенальти были у Хисус Хильмансана. Но он посчитал, что это была симуляция от Стуани. Но не удалось все-таки Вильяриалу отстоять победный счет в этом матче. На 91-й минуте Диего Калота почти с нулевого угла после серии ошибок защитников Вильяриала. Но вот здесь спокойно дали мяч разыграть. Вот подача Серхио Гарсио. Мяч не выбивается. Даже головой Виктор Руис по своим воротам получается бьет. Серхио Асенхо выручает. И Марио Гаспар, забивший гол в этом матче, но не доработавший. Вот в этом эпизоде в конце матча позволяет Калота мяч в сетку протолкнуть. Ничья 1-1. Ну, учитывая, что пришлось отыгрываться в домашней игре, думаю, что Серхио Гонсалес, главный тренер Аспанелла, должен быть удоволен такому исходу. Команды также записывают по одному очку в турнире на таблицу. Это вторая ничья в этом игровом дне. Но она, к сожалению, оказалась не последней, потому что и этот матч на Мистали, пожалуй, такая главная афиша этого тура. Валенсия против Атлетика Бильбао. Бильбао одержал в последних двух играх победы в чемпионате. На Дальмирии 1-0 на выезде. Победа в прошлом туре на Цивилии 1-0 домашняя. Ну, а Валенсия также с хорошим настроением подошла к этой встрече. Победа 3-1 на выезде в Вильгириале в валенсийском дерби. Ну, здесь Атлетик Бильбао откровенно просто играл на результат. Откровенно на 0-0. Потому что вот такой не то чтобы инертный, но не очень агрессивный Атлетик. Мало кто ожидал на Мистали и увидеть. Диего Алве с воротах у Валенсии. Антонио Бараган, Николас Атамендия, Шкодран Мустафи, Хави Фойега, Софьян Фигули, Хасе Луис Гая, Андрей Гомеш, Родриго, Пабло Пьяти и Паку Алькасар. Негредо снова вышел только на замену. Горка и Раисы с воротах у Бильбао, Антонио Ираоло, Микель Баленсиага, Хавиер Эйчетто, Эмерика Лапорт, Андере Тураспи, Микель Рико, Оскар Де Маркос, Унай Лопес, Борхо Вегера и Гильермо Фернандес. Таким был состав у Атлетика Бильбао. Травмирован Ари Садурис, вышел Гильермо Фернандес. И в концовке первого тайма он был заменен на Маркеле Эчебери. Главный арбитр этого матча Харлос Дельсера Гранде. Вот один из немногих моментов, которые были у Бильбао в этой встрече. Поймав на открывании штрафной Оскар Де Маркос, оборону Валенсии пробил в одно касание головой. В надежде перекинуть мяч через Диего Алвеса, но чуть-чуть не рассчитал. По всем статистическим показателям Валенсия своего соперника превзошла. Пусть и ненамного, но все-таки преимуществом, конечно, владели хозяева. Но вот инстинкта убийцы не хватило валенсийцам, чтобы додавить, дожать. Басков в этой встрече появился Негредо. Нуну и Шперинтос Санту выпустил его на поле на 69-й минуте. У Негредо было 20 минут, чтобы помочь Валенсии победу в этой встрече вырвать. Но в итоге по афише центральная игра, но по содержанию явно игра не самого высокого качества. Так и завершилось, к сожалению, в ничью 0-0. И это получил так, что ничейный тур. Одиннадцатый, сколько тут было ничьих. Ничьих 0-0 Кордубо-Депортиво раз. Хита Фельча два. Фельдогранаду три. Сивилленин-Ливанка четыре. Испанел-Виллериал пять. И это уже шестая ничья в одиннадцатом туре. Ну и после потери очков в Валенсии у атлетико чемпиона Испании был отличный шанс обойти Валенсию в турнирной таблице и обойти Барселону. И пристроиться своим городским соседом Реалом в турнирной таблице. Но забегая вперед атлетико, этой возможностью не воспользовался. У Реал Сосъедада, который принимал атлетико в этой встрече на своем стадионе, а на это поменялся тренер. В отставку был отправлен Хакоба Рассаты. И Асьер Сантана, тренер второй команды, руководил басками в этом матче. И надо сказать, что игра Реал Сосъедаду удалась. Хотя все началось неудачно для хозяев уже в самом дебюте. На 10-й минуте Марио Манджукич замкнул великолепный диагональный прострел от Рауля Гарсии. 1-0. Атлетико повел в счете. И те сезоны, что работает Диего Семене на посту главного тренера атлетико, здесь на Ануэти в Сан-Себастьяне атлетико ни разу не проигрывал. Мигель Анхель Моя в воротах у Атлетико, Жоан Миранда, Хуан Фран, Гильер Масекиро, Диего Гадин, Габи, Марио Суарес, Рауль Гарсия, Ардатуран, Коти и Марио Манджукич. Ильяо Цубикарай в воротах у хозяев. Мигель Гонсалес, Карлос Мартинес, Юрий Берчичи, Нигу Мартинес, Гонсало Чори Кастрак, Хаби, Приета Эстабан Гранера, Маль Маркель Бергара и Мануле Герачи, Карлос Велла, состав Асьера Сантаны. И достаточно быстро пришли в себя после пропущенного мяча хозяева поля. Был момент у Мануле Герачи после подачи Веллы. Удар головой Герачи прошел рядом со штангой. Ну и затем взялся за дело сам мексиканец. Его удар с дальней дистанции был прекрасен. Вводящий в дальний угол, вот в этот кармашек дальнего угла. Мяч спокойно упаковал Карлос Велла на 15 минуте встречи. Тут же еще один момент. Альварес Эскердо, работавший главным арбитром этой встречи, посчитал, что вот здесь была симуляция и показал желтую карточку Велли. Но мы на повторе видим, что однозначный фол со стороны Диего Годины. И арбитр обязан был назначать пенальти ворота Моя. Ошибка Жоана Миранды. Подхватывает мяч. А Герачи обходит Мигеля Моя. Бьет, казалось, по пустым воротам. Но героически спасает Годин свою команду. Ну а затем вторым темпом, второй волной, а Герачи уже с близкого расстояния переиграть Моя не сумел. Реал Соседат играл лучше. Реал Соседат играл с огоньком, с хорошим движением. И уже известно, что, не знаю, момент выхода, прямой эфир, обзора Испании, в записи вы смотрите, уже официально объявили или не объявили, назначение Дэвида Мойса, шотландского специалиста. Но это уже секрет Поли Шинели. Мояс будет главным тренером Реал Соседата. Самая высокая зарплата в истории этого клуба для тренера. В общем, у Реал Соседат начинается новая жизнь под руководством шотландского специалиста. И начинается она вот после такого успеха в игре против атлетика. Гильермо Секейра получил две желтые карточки в начале второго тайма. Буквально за две минуты, промежуток в две минуты. На 48-й минуте Гильермо за, грубо, под Секейра получает первую желтую карточку. И вот здесь за этот фолл против Карла Савелла. Уже имея карточку, зачем-то Секейра снова прыгают ноги мексикан. На 50-й минуте он оставляет свою команду в меньшинстве. Тут же делает замену, выходит Ансальди вместо Марио Суареса у гостей. Ну и не сказать, что атлетико стал играть после этого намного хуже. Игра как-то успокоилась. Вот здесь Манджукич сыграл неаккуратно, не очень красиво против Карла Савелла. Разбил там губу. Но арбитр только посчитал, что там все было в пределах правил. Очень много было фолов, очень много желтых карточек. Вот в этой игровой ситуации здорово. Ансальди ассистирует Манджукичу, но хорватский нападающий бьет мимо ворот. 6, 8, 9 карточек получили. Представляете, даже нет, не 9, 3, 5, 8 карточек получили игроки. Атлетико жутко в этой матче. 2 предупреждения вынес эскерду игрокам. Реал Соседада. В общем, 10 карточек. Просто сумасшедшие. Даже свою норму эскерду. Предъяв зашел. Кульминация этой встречи стала 82-я минута, когда казалось, что уже силенок нет. У Реал Соседада дожать, додавить в большинстве чемпионы Испании. Последовала передача высшего на замену Фасеба Сальдуа. И Маноле Геречи за свою настырность, настойчивость был вознагражден забитым голом на 82-й минуте. Удар прекрасен был нападающему Реал Соседада. И мой я с этим ударом не справился. Вышел Грисман под свист болельщиков. Ну и, пожалуй, все. Больше ничего интересного в этом матче не было. Но вот Реал Соседад просто удивительная команда. Две победы за 11 туров и над кем? Над Реалом и над Атлетиком. Мадридские команды боятся сюда на эту приезжать. Поздравляем Реал Соседад с победой. Обзор озвучил Константин Генич. Не скучайте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»